Здравствуйте! Это Международные новости в студии Инессы Буланкова. Поговорим о событиях этого дня. Коротко о главном. Общая трагедия. Как жители Британии откликнулись на помощь пострадавшим от пожара жителям Туманного Альбиона? Искусственный интеллект станет на защиту пользователей соцсетей от террористической пропаганды. Израильские физики смогли раскрыть тайну одной из самых древних библейских рукописей. Британцы сплотились в помощи всем пострадавшим от недавнего пожара. Трагедия жителей лондонской многоэтажки Грэнфилд Тауэр нашла отклик в сердцах потрясенных британцев. Кризисные центры образовались спонтанно уже час спустя, как стало известно о пожаре. Люди несли туда одежду, продукты, одеяло, бутылки с питьевой водой, предметы первой необходимости. Сотни добровольцев бросились на помощь оставшимся без крова. Всю ночь сюда шли люди. Их было все больше и больше. Это было просто потрясающе. Китайцы принесли китайскую еду, а до этого индийцы принесли индийскую. Потом пришли арабы, потом пакистанцы. Они пришли после работы. Все это время нам помогали представители афрокарибской общины. Их здесь много. Еврейская община прислала две машины, нагруженные предметами первой необходимости. Зубные щетки, пасты и все такое. Это просто фантастика. Только за сутки в результате объявленного в интернете сбора средств британцы перечислили на счет погорельцев более 500 тысяч евро. Аренда в Гренфилд Тауэр субсидировалась государством, и большинство проживавших здесь людей были малообеспеченными. Среди них было и много инвалидов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила место трагедии, где встретилась с представителями спасательных служб. Британский премьер распорядилась провести полномасштабное открытое расследование причин мощного пожара. Напомню, в результате трагедии на западе Лондона пострадали десятки человек. Среди погибших 17 человек. Многие по-прежнему числятся пропавшими без вести. Леонардо Ди Капрё вернул свой Оскар. Актер передал полиции подаренную ему статуэтку, которую в 1954 году получил Марлон Брандо, сообщает РИА Новости. Правоохранители расследуют хищение из Государственного инвестиционного фонда Малайзии. В 2016 году их продюсерская компания Red Granite Pictures, создавшая фильм «Волкс Уолл-Стрит» с Ди Каприо в главной роли, была обвинена в привлечении похищенных из фонда денег. Саму же статуэтку Брандо Леонардо Ди Каприо получил в подарок от компании в знак благодарности за работу над фильмом. Также отмечается, что в рамках сотрудничества с правоохранителями актер передал следователям и другие предметы, которые принял в дар для организации благотворительного аукциона. В прошлом году сообщалось, что Ди Каприо выступает в качестве свидетеля на слушаниях по иску возможного прототипа героя фильма «Волкс Уолл-Стрит» Эндрю Грина. Искусственный интеллект станет на защиту пользователей соцсетей от террористической пропаганды. Специалисты Facebook намерены улучшить способность алгоритмов по выявлению и блокировке контента экстремистского содержания. Новые технологии будут опираться на элементы искусственного интеллекта и позволят реже задействовать людей при принятии решения об удалении или блокировании запрещенного контента. Передает ТАСС со ссылкой на сообщения компании. По словам начальника департамента глобальной политики управления Facebook Моники Бекерт, контекст очень важен в тех случаях, когда речь идет о визуальных изображениях, которые касаются терроризма. Как ожидается, в течение нескольких месяцев специалисты компании испытают на практике новое программное обеспечение, которое будет искать и предотвращать дальнейшее распространение контента экстремистского характера, в частности, убийства заложников. Кроме того, программа сможет выявлять и автоматически препятствовать террористам, которые намерены открывать новые аккаунты вместо заблокированных компаний ранее. Также искусственный интеллект в будущем сможет распознавать особенности речи и письменного стиля вербовщиков. Израильские физики смогли раскрыть тайну одной из самых древних библейских рукописей. Ученые обнаружили затертую часть, которая оставалась неизвестной с момента обнаружения текстов, сообщает РИА Новости. Ранее историки изучали лишь лицевую часть рукописи, обратная сторона считалась пустой. Однако при мультиспектральной фотосъемке удалось различить некие символы. В результате они сложились в три новые строчки текста. Напомню, рукописи обнаружили более полувека назад при раскопках в крепости Тель-Арат на юге Израиля. Исследования показали, что их захоронили приблизительно в 650 году до н.э. Этот период совпадает со временем правления царя Навуходоносора. Артефакт представляет собой обожженные глиняные таблички. Текст на таких поверхностях сохраняется не очень хорошо, так что на помощь историкам пришли израильские физики, сделавшие фотографии табличек в десяти узких регионах видимой и инфракрасной части спектра. Выяснилось, что рукопись представляет собой финансовую корреспонденцию, сведения о торговле мукой, вином и маслом и некоторых транзакциях. Вновь обнаруженная часть текста представляет собой запрос на поставку вина. Лидер британских либерал-демократов уходит из-за религиозных убеждений. Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Тим Феррон объявил об уходе в отставку. По его словам, быть одновременно верующим христианином и лидером партии стало для него невозможным, передает BBC. «Быть политическим лидером, особенно такой прогрессивной либеральной партии, и жить как преданный христианин, следовать библейским учениям, стало для меня невозможным», говорится в заявлении Феррона. Политик отметил, что в ходе предвыборной кампании ему нужно было проявлять больше мудрости, отвечая на вопросы, которые касаются его религиозных убеждений. По словам Феррона, фокусирование журналистов на этих вопросах отвлекло внимание от предвыборной программы либерал-демократов. «Ко мне стали подозрительно относиться из-за моей веры. А значит, мы обманываем себя, когда утверждаем, что живем в толерантном либеральном обществе. Вот почему я решил покинуть пост лидера либерал-демократов», пояснил Феррон. В Индии издан учебник, в котором Иисус назван дьяволом. В учебнике для средней школы, изданном в Западной Индии, Иисус Христос назван дьяволом. Министр образования провинции Гуджарат в ответ на многочисленные протесты со стороны христиан пообещал, что это учебное пособие будет удалено из школ в самое ближайшее время, сообщает христианский портал Инвиктори. Адвокат Субраманьян Айер, который первым заметил оскорбляющие последователей христианства учебное пособие, сказал, что появление таких учебников абсолютно неприемлемо, и они должны быть немедленно удалены из учебного процесса. Он добавил, что, по его мнению, эта кощунственная формулировка не только оскорбляет чувства христиан, но может привести к созданию напряжения в обществе и вызвать серьезные проблемы с порядком и безопасностью в стране. Комментируя этот инцидент, индийский католический священник и иезуит Седрик Пракаш, активно выступающий в защиту прав христиан, сказал, что оскорбление Иисуса Христа, допущенное в школьном учебнике, много говорит о тех, кто несет ответственность за формирование сознания, характера и созидания будущего индийских детей. Священник также призвал к немедленному изъятию учебника из школ и наказанию всех виновных. В Объединенных Арабских Эмиратах назвали мечеть в честь Девы Марии, чтобы подружиться с христианами. Власти переименовали одну из мечетей Абудаби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, в честь Матери Иисуса Христа Марии, передает РИА Новости. Название мечети «Мария, Мать Иисуса» укрепит связи между последователями разных религий, сказал шейх Мохаммед бен Зайд Аль-Нахаян, наследный принц Абудаби, инициировший переименование. За начинание принца уже поблагодарили государственный министр по вопросам толерантности шейха Лубна Аль-Касими и председатель Генеральной администрации по делам ислама и пожертвований Мохаммед Матар Аль-Кааби, а также старший капеллан Англиканской церкви по соседству от мечети Канон Эндрю Томпсон, подчеркнувший, что он в восторге от новостей. В феврале 2016 года в стране открыли Министерство толерантности наряду с Министерством счастья, чтобы продвигать толерантность как фундаментальную ценность в обществе Арабских Эмиратов. Папа Римский назвал коррупцию самой страшной раной общества. Папа Римский Франциск написал предисловие к книге ганнского кардинала Питера Тарксона о коррупции. По мнению понтифика, коррупция способна растворить крепкие человеческие отношения и те основы общества, на которых оно держится. Сосуществование и стремление к развитию. Это самая страшная социальная рана, потому что она порождает серьезнейшие проблемы и преступления, которые касаются всех, говорит папа. По его словам, коррупция – это еще и оружие, и наиболее понятный язык общения мафии и криминальных сообществ во всем мире, потому что она дает жизненные соки их культуре смерти. Главным противоядием для борьбы с коррупцией папа Франциск назвал красоту, но не косметический аксессуар, а нечто, ставящее в центр человеческую личность, которая может поднять голову против всей несправедливости. Ранее папа Римский Франциск неоднократно выступал с суровым обличением организованной преступности и терроризма, призывая продолжать трудную и опасную борьбу с этим социальным злом. И это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире на телеканале ТБН. Редактор субтитров А.Семкин